Почти со всеми темними, которые мы сейчас уже затрагивали. Должно ли добро быть с кулаками? Ох, и вопросики задают, да, ёх, махарёк. Ох, вопросики. Причём, если учесть то, что три дня назад я два хингала поставил. Скажу так, как абсолютно противоречивый человек, конечно же, добро и кулаки – это разные вещи. Но, конечно, иногда надо дать по морде. Вот я скажу. Ну, честно сказать. Ну, честно сказать. Ну, ты сволочий гад, блин. Да не могу устоять, не знаю. Да правда. Вы согласны с тем, что степень агрессивности в России между людьми какая-то всё-таки не очень здоровая? Ну, есть, да. Почему вы такие злые все? Вот вопросик. Хороший, да. Ваша версия? Моя версия? Чего я такой злой иногда? Я был в Оптину из пустыни. И разговаривал со старцем. Сейчас, слава Богу, это всё восстанавливается. Конечно, нет вот того старчества, что было, да. Но всё-таки это лет через то оно всё-таки восстановится. Я очень надеюсь. И тут же вопрос задал. Ну, когда я к старцу подошёл, он просто смурчился. Я говорю, что батюшка серый воняет. В принципе, да, воняет. Я говорю, как сильно. Ну, потерпел. Он со мной так говорил хорошо. Я ему задавал очень сокровенный вопрос. А он батюшка такой непростой. Он живёт в скиту и, в общем-то, так. Очень редко выходит на люди. Глянула я его в глаза. Вспомнил сразу дневники Фёдора Михайловича. Сразу, конечно, я почувствовал, почему я такой злой. А далее понятно, почему. И поэтому всё понятно. А вы себя считаете злой? Иногда, да, очень. И, честно скажу, раскаиваюсь, конечно. Но, мне кажется, если бы я по-настоящему хоть разок раскаялся, мне кажется, покаяние и раскаяние – это… Когда человек после этого чуда, он меняется даже на клеточном, на генном уровне. Это действительно какой-то невероятный подвиг. И, наверное, мне вот такого раскаяния, наверное, я его ещё не испытал. Спасибо.